На самом деле немало людей, которые держатся, не сдаются. Тема очень трудная, я понимаю, но на самом деле совершенно необходимая для того, чтобы быть в курсе нашей традиции, что она из себя представляет. И поэтому, несмотря на все трудности, мы все-таки с вами будем продолжать. Посмотрим, как там будет дальше, какую тему мы возьмем, но пока мы с вами продолжаем. И сегодня мы с вами переходим к новому трактату, который называется «Ибамонт». По-русски это «Либератный брак». И на самом деле не только к новому трактату мы с вами переходим, но и к новому разделу. До этого мы с вами находились в разделе праздники «Моадин», «Моэд». А теперь мы с вами попали в раздел «Женщины», «Нашим». И здесь все вопросы связаны с браком, с брачным договором, с разводом, с обязанностями мужа по отношению к жене. Такой трактат, как «Сота», трактат, которым рассказывается о том, как мужчина приводил женщину в храм, муж приводил жену в храм, если он подозревал ее в неверности, в измене. И, как всегда, конечно, в каждом трактате есть много тем, которые затрагиваются и рассматриваются с разных сторон. Например, в трактате «Сота» возникает тема о том, кто обязан находить и не выходить на войну. Это связано с тем, что вот человек женился, и тот, кто женился, он и не ввел еще, скорее всего, наверное, может быть, по-русски сейчас это было бы обручился, и не ввел жену в дом, он свободен от разрешенной войны, на которую созывает царь народ. Не обязательно разрешенной войны. Далее, это просто пример. Я надеюсь, что мы как-то с вами доберемся до всех этих тем. А сегодня у нас тема «Ливератный брак», которая основывается на 25 главе книги «Дворин». И здесь у нас говорится, в пятом предложении этой книги, что если будут жить братья вместе, и умрет один из них, и нет у него сына, то жена умершего не должна как бы оказаться снаружи у чужого человека. Тот, кто обязан совершить «Ливератный брак», а это один из братьев, придет на нее и возьмет ее себе в жены и совершит «Ливератный брак», и совершит то, что на еврейском можно сказать «Ибум». И будет первенец, который родится, который встанет по имени брата умершего, и не сотрется имя его из Израиля. Или не сотрется имя брата умершего из Израиля, потому что первый ребенок, который родится, назовут его именем умершего брата. А если он не захочет, мужчина, взять женщину, которую он обязан взять по «Ливератному браку», то пусть поднимется эта женщина к воротам, то есть придет суд к старейшинам и скажет, отказывается тот, кто должен совершить «Ливератный брак», восстановить имя брата его в Израиле. и не желает совершить «Ибум», и вызовут его старейшины города, и будут говорить с ним, и скажет он так «Не хочу я брать ее». И тогда приблизится женщина, жена умершего брата, к нему на глазах у старейшины, и снимет с него сандаль, с его ноги, и плюнет в лицо ему, на самом деле не в лицо ему, и так скажет, и так будет сделано человеку, который не желает совершить «Ибум», не желает восстановить имя брата его, и назовется его имя в Израиле, «Бейте-Халутс, она, тот, кто снял шандаль». Естественно, что эта заповедь, то, что мы с вами прочитали, вызывает очень много проблем. И тут нужно представить себе, что эта заповедь, может быть, одна из немногих заповедей, которая исполняется с определенным намерением, и когда нету этого намерения, нету понимания, желания сделать, выполнить определенный момент, то и заповеди нету. И тогда происходит не заповедь, не митцва, а нарушение заповеди, потому что в любом другом случае жена брата запрещена другому брату, любому из братьев. Жив ли брат и развелся с ней, или умер, не дай бог, она осталась вдовой, если речь не идет о либератном браке, то жена брата запрещена. Так вот, намерение, оно очень непростое, оно очень тяжелое намерение, намерение вернуть душу ушедшего из жизни, без детей, не оставившего после себя продолжения, вернуть в этот мир. И, как мы видим, заповедь, она предполагает, что первый ребенок, который родится в этом либератном браке, он будет назван именем умершего. Если мужчина или женщина не имеют таких наверений, если они хотят вступить в брак или совершить этот либератный брак ради своего удовольствия, пропало дело, вместо заповеди получается нарушение. То есть, если нет этого намерения, то получается нарушение заповеди. Поэтому в наше время, или, скажем, давно уже, в общем-то, либератный брак стал запрещенным, так как мудрецитторы не полагаются на наше поколение, и на предыдущие поколения уже не полагались, что у них есть достаточная чистота намерений для того, чтобы совершить это совершенно непростое действие. И, однако, закон Торы остается закон Торы. Дибератный брак отменить нельзя. Просто человеку, который приходит в суд, ему и, скажем, говорит, что он готов взять жену брата, который умер, не оставил детей, ему говорят, что следует не заключить брак, а совершить процедуру освобождения жены от этого брака. И процедура, которая называется халица, от слова хулец, снимает, то есть процедура, которая основывается, как мы прочитали и увидели, на снятии сандалия. То есть мужчина и женщина приходят в суд, он одевает сандаль, который привязан ремнем к его ноге, это может быть один сандаль, мне совершенно не обязательно два, и женщина снимает этот сандаль и показывает, что она сняла его с ноги. Это освобождает ее от обязанности либератного брака, и после этого она может выйти замуж за любого мужчину. В общем-то, этот закон действует в наше время, его невозможно изменить. Если, опять же, ебум, брак с женой брата, который не оставил детей, можно заменить на халица, вот на эту процедуру снятия сандалия, то эту процедуру снятия сандалия отменить ее невозможно. Некуда ее депать, это тот момент, тот пункт, тот заповедь, которую поставил Тора, и ее невозможно обойти. И теперь, как представить себе эту заповедь по ее смыслу. То есть у каждой заповеди должен быть какой-то смысл, хотя мы, может быть, и до конца не постигаем этот смысл, но, по крайней мере, направление, рисунок заповеди, это наша обязанность представить себе. Мальдин объясняет таким образом, что, в общем-то, душа соотносится с телом точно так же, как тело соотносится с обувью. Как бы душа одевает тело на себя, и она идет, передвигается в этом мире, и это ей дает возможность, тело дает возможность передвигаться в этом мире, но тело, оно, в общем-то, практически полностью зависит от души, от ее намерений, от ее направленности. Нужно при этом сказать, что эта картина, в скобках можно заметить, что эта картина неполная, что, на самом деле, тело, оно так же влияет на душу, на нижние уровни души. И отсюда и возникают и дурные желания, так как у тела есть свои потребности, у души есть свои потребности, она остается абсолютно чистой, но, как бы, погружаясь в материю, она соприкасается с этой материей, и похожа на луч, который проходит через мутную среду, он становится все слабее и слабее, и, может быть, рассеивается, может быть, разбивается, разлагается на спектр, теряет свою силу, теряет свои свойства. То есть испытывает влияние материи. Но, скажем, в этом, как бы, рисунке заповеди здесь видна только одна сторона, и не случайно, потому что она подчеркивается, это то, что тело спускает в материальный мир, и оно, как бы, душа спускается в материальный мир, и она, как бы, одевается в тело. И вот, когда человек не хочет привести душу умершего, вернуть ее обратно в материальный мир, то это похоже на то, как человек снимает обувь, снимает сандаль. Здесь мы видим, что не просто обувь, на самом деле, а сандаль, который привязан, как бы, крепко-накрепко скреплен, он закреплен с душой, его трудно оторвать, нужно произвести действие для того, чтобы разделить между ними. И вот женщина снимает этот скандаль. Она оказывается участником этого дела, разделением души и тела, ничего не может с этим поделать, но вина вся, как мы видим словами, вина вся возлагается на того, кто отказывается совершить, совершить ему, взять жену умершего, взять жену умершего брата в жену. Вот это такая заповедь, очень, очень непростая, очень сложная. Естественно, что душа, она в руках Всевышнего, но Всевышний, он обещает, что он опустит в мир ту же самую душу, если люди совершат эту заповедь с правильными намерениями. Это как бы введение, вступление, всегда необходимо посмотреть в Торе, о какой заповеди мы будем говорить, потому что Гемара, как она нас предупреждает в трактате Брахот, она начинает уже после текста Торы. Она не приводит текст Торы, она не разбирает, как правило, не разбирает смысл заповеди, она сразу начинает с ее деталей. И вот трактат Ебамот. Трактат Ебамот, как мы можем с вами себе легко представить, мы с вами открываем первую его Мишну. Он действительно сразу опускается в детали, в проблему, может быть, не самую распространенную, но часто встречающуюся, или которые раньше часто встречалось, когда совершался Ебум. И нам говорится так, первая Мишна нам говорит, 15 женщин, то есть 15 типов женщин, освобождают, освобождают, как бы вторых жен. на иврите это царарь, специальное слово, которое обозначает вторую жену, или, скажем, может быть, третья, четвертая жена, как бы число жен не ограничено. И вот 15 типов женщин, они освобождают, скажем, вторых жен, и также вторых жен, вторых жен, это мы сейчас с вами как бы пропустим этот момент, что значит вторые жены, вторых жен, обязательно разберем чуть попозже, от холицы и от Ебума, от процедуры освобождения от ливератного брака и от самого ливератного брака. До конца мира, чтобы какая бы ситуация не возникла, сколько бы времени прошло, они освобождают, сами свободны, и освобождают всех жен, которые не имеют никакого отношения к родственным отношениям и так далее, но они являются вторыми женами того же самого мужа, они освобождают их всех от ливератного брака. Может быть, это сейчас не совсем понятно, но мы приведем примеры, и я думаю, что ситуация как бы вернется к ясной. И вот это те 15 видов женщин, это его дочь и дочь его дочери. И вот тут мы с вами откроем схему, которую я для вас приготовил, потому что этот трактат совершенно невозможно изучать без схем. и попробуем представить себе, что значит его дочь освобождает, сама свободно от либератного брака, и освобождает всех других. Так, вот это правильная картинка. Значит, мы с нее начнем. Значит, у нас есть два брата, Руэн и Шимон. И вот Шимон, Шимон женится на дочери Руэна. Берем указку, чтобы нам было удобней. Вот у нас Руэн, вот у нас Шимон. Все могут заметить обозначения условные, которые позволяют их немножко отличить друг от друга. И вот у нас дочь Руэна. Она вышла замуж за Шимону. Живу, все хорошо, замечательно. Теперь Шимон решил взять вторую жену. Взял вторую жену. Пусть ее зовут Нина. Может быть, дочь Руэна зовут Хана, а вторую жену, которую взял Шимон, ее зовут Нина, допустим. В скобках тут необходимо заметить, что, в общем-то, вторая жена – это не очень хорошая ситуация. Может быть, об этом в Торе напрямую не говорится, но мы видим отношение Торы к тому, когда человек берет вторую жену, не очень положительное. У нас глава Иберешит рассказывается о Лемехе, который взял Аду, и Аду, и Цилу. Он был первым, кто взял Бунджон. И мы видим, что возникает неприятная ситуация. И мы видим, что, как бы, можем понять из текста, что Аду он берет для того, чтобы рожать детей, а Цилу он берет для удовольствия. Она не рожает детей. Он дает ей, наверное, какие-то травы, обязывает ее пить. И ситуация нехорошая. Нехорошая, которая, как бы, Тора не смотрит на это положительно. И все ситуации, которые мы видим с праотцами, это только в том случае, когда или какая-то вынужденная ситуация, как у Якова, или когда нету детей, как у Абраама. Можно сейчас не рассматривать то, что Всевышний обещал Абрааму ребенку. Ему, наверное, надо было бы дождать и так далее. Это как бы все не важно. Но причина, по которой он берет Агаль, вторую жену, это то, что у него нету детей. То есть сразу нужно сказать, что вторая жена, она, это момент далеко не положительный. В Торе, и возможно только если, с моральной точки зрения, у Торы не всегда есть ограничения, только формальные, у Торы есть и моральные ограничения. И с моральной точки зрения, возможно взять вторую жену, только в том случае, если нет детей. Если первая жена не может родить детей, то можно взять вторую жену, и то, как мы видим, это может быть только согласие первой жены. Я вспоминаю, как я работал в свое время, работал на Украине лет 7-8 назад, и там было много интересных вопросов, и, наверное, можно было бы написать целый шут вопросов и ответы. Один из вопросов, которые часто задавали, как можно снять сглаз? Как можно снять сглаз? Почему-то люди считали, что раввин должен быть специалистом в области того, как можно снять сглаз. Мне приходилось очень долго объяснять, что у нас нет такого понятия, как сглаз, и это надо все оставить и забыть. Но с этим вопросом осталось несколько. Один из вопросов был, а разрешена ли вторая жена? То есть, вторая жена, это понятно, там человек живет, у нее есть жена, и вот у него где-то есть, как говорят, любовница. Вот он спрашивает, разрешена ли вторая жена? И начинает доказывать, что, мне начинает доказывать, что в Торе это возможно, что есть вот Абраам, есть Иаков. Вот. И он так, если Абраам, есть Иаков, у которых были вторые жены, праотцы, вот он хочет с них брать пример, и вот тоже должны быть, он хочет, чтобы у него было две женщины. Я тут не вступал как бы в споры галактические. Я просто просил людей, оставьте Тору в стороне и представьте себе, что вы хотите. Вы как-то приближаетесь к еврейству, вы хотите построить еврейскую семью, или вы хотите жить в таком состоянии вольного полета. тут нужно выбрать. И совершенно ни при чем здесь Абраам и Иаков, то есть не всегда, не всегда можно подойти, скажем, с точки зрения примера Тора, из галактической, есть моральные основы, есть жизнь. Некоторые люди сегодня говорят о том, что на самом деле второй брак был запрещен Робейну Гершином, и он вел это постановление для ашкеназов на тысячу лет, и это тысяча лет уже кончилось, и вот надо разрешить второй брак. Значит, люди, которые говорят такие вещи, они не понимают, что они разрушат, если они ведут действительно второй брак, они разрушат семью, разрушат общество, отношения в обществе, порушат всё. То есть вернуться к второму браку после тысячи лет от его запрещения, когда общество уже шагнуло далеко вперёд, это вещь разрушительная. И так, скажем, но, естественно, трактат Ибамот не поднимает все эти моральные проблемы, а нам совершенно необходимо было их обсудить, потому что трактат занят формальным законом, а для нас, естественно, моральная сторона, она имеет большое значение. Итак, я ещё раз вернусь. У нас есть Роувен, у нас есть его дочь Роувена, бат Роувен, который выходит замуж за брата Роувена, за Шимона. А у Шимона есть или он берёт вторую жену к нему. Теперь, к великому сожалению, Шимон через какое-то время умирает. А вот я пометил таким значком, иксиком, не нужно говорить, крестиком, иксиком. Шимон умирает. Теперь Роувен, по идее, обязан осуществить левератный брак. Он должен взять в жены одну из жен Шимона, которых он оставил после себя. Естественно, что он не может взять свою дочь в жены, так ему бы следовало взять в жены Пнину. Однако наша Мишна приходит и устанавливает закон устной Торы, которым потом мы ищем основание из Торы, из самого текста Торы. Но прежде всего Мишна как бы утверждает закон, Роувен не только, естественно, не женится на своей дочери, но и Пнина будет свободна от либератного брата, и никакой процедуры Халлица не нужно будет совершать. Теперь у нас второй случай, который упоминается в Мишне, это дочь дочери. Дочь дочери. Представим себе такую схему, что есть Роувен, и есть его брат Шимон, у Роувена есть дочь, и у дочери родилась дочь. И вот внучка Роувена выходит замуж за Шимона, а у Шимона есть, или он берет в жены еще одну жену. Допустим, это Хана, внучка Роувена, а это Пнина, вторая жена Шимона. И то, что утверждает Мишна, что и в этом случае естественно и внучка Роувена, если Шимон умер, и вторая жена Шимона Пнина оказываются свободными и от левератного брака с Роувеном, и от процедуры Холица. То есть просто тут в этом случае как бы закон сам заповедь оказывается неосуществимой и отпадает. Окей. Теперь наша задача с вами понять, что значит, что они освобождают не только вторых жен, но и как бы вторых вторых жен. Не только вторых жен первого порядка, но и вторых жен второго порядка. Вот этот момент надо нам представить себе. Значит, у нас есть с вами Роувен, есть у нас с вами Шимон, у нас есть дочь Роувена, которая выходит замуж за Шимона, и есть у него вторая жена Пнина. другие. Теперь Шимон умирает, и Роувен, естественно, он не может совершить либератный брак. Ни со своей дочерью, естественно, ни со второй женой Шимона Пниной. Но есть Леви, есть Леви, еще один брат. То есть у Роувена и Шимона есть еще один брат. И вот Леви, он совершает либератный брак. И он забирает себе дочь Роувена. После того, как умер Шимон, она оказывается его женой. А у Леви была, или он берет еще одну жену, и она, и эта жена Хана. И теперь Леви сам также умирает. И у него остаются две жены. Одна из них, допустим, Хана, а другая дочь Роувена. И вот теперь Роувен встает перед проблемой. Ему бы нужно было совершить либератный брак, но он не может ни со своей дочерью, понятное дело, ни с другой женой Леви, ни другой женой Леви с Ханой. То есть как бы то, что подчеркивает Мишна, что если жена к сожалению перешла от одного брата к другому после того, как брат умер, то после смерти второго брата также невозможно для Роувена, женой которого, дочерью, которая является одной из жен, невозможно совершить либератный брак. То есть я вот пометил как-то таким назначением, что ему бы нужно было заключить либератный брак с Ханой, Роувену, после смерти Леви, но он не может, потому что вторая жена или первая жена Леви это его дочь. Это значит, что они освобождают вторых и вторых жен. Это то, что имеет ввиду Мишна. То есть если это брат не первого порядка, а брат второго порядка, то все равно и все вторые жены, которые остались после нашего брата, они оказываются свободными. теперь пытаемся с вами продвинуться дальше. Пытаемся с вами продвинуться дальше. И если мы вернемся к Мишне, то я думаю, что некоторые случаи нам здесь уже будут понятны. Некоторые случаи будут понятны. У нас есть с вами дочь его и дочь дочери, это то, что мы разобрали, и дочь сына его, очень легко мы теперь представим, наверное, без всякой схемы, что если у дочери Руэна родился то есть у Руэна родился сын, а у сына родилась дочь, и внучка Руэна, внучка от сына Руэна вышла замуж за Шимона, после этого Шимон умер, то естественно он не может жениться на своей внучке, совершить ебум через свою внучку, а также через всех жен, которые были у Шимона, на всех женах, которые были у Шимона, он не может жениться, не может через них совершить ебум. То же самое относится к дочери его жены, которая могла выйти за Шимона, то есть у жены Руэна была дочь от первого брака, и Руэн женился на ней, женился на женщине с дочерью, эта дочь вышла замуж за брата Руэна Шимона, и если Шимон умер, то Руэн не может жениться на ней, хотя на дочери своей жены он не может жениться, и не может жениться ни на одной из других жен своего брата Шимона. и дочь ее сына, то есть сына жены Руэна, если у жены была не дочь, у жены Руэна была не дочь, а сына первого брака, у сына родилась дочь, то то же самое все относится и к дочери сына жены Руэна. и дочь дочери ее, то есть жены Руэна, если у дочери есть, если у жены есть дочь от первого брака, у нее рождается своя дочь, и он не может жениться на внучке жены, если она вышла замуж за Шимона, а Шимон умер. Его хамато теща то же самое Шимон мог жениться на тещи Руэна. Ничто ему не запрещало это сделать и если Шимон умер, то естественно Руэн не может жениться ни на тещи и, как говорит Мишна, ни на одной из других жен Шимона. И мать тещи и мать отец жены тесть и мать тестя и сестра сестра по матери и сестра и его сестра по матери и сестра матери все они запрещены для брака и все нет освобождения от левиратного брака и освобождают других жен. Ахот и что сестра его жены эшет ахив жена брата его по матери жена брата его по матери и дальше у нас такой момент который нам с вами придется разобрать я к нему собственно и как справиться подойти эшет ахив шило ая бэу ламо жена брата его который еще не родился посмотрим что имеется посмотрим что имеется ввиду жена брата который не родился на самом деле святомишна имеет ввиду вот что есть ру и есть ру вен и у него есть жена у него есть жена и есть шимон который не родился когда ру вен когда ру вен женился его не было еще на свете когда ру вен женился если шимон не родился когда ру вен женился то на Шимона не распространяется обязанность либератного брака. Жена брата для него всегда и всегда остается запрещенной женщиной в любом случае. Даже если Рувен умирает, Шимон не может жениться на жене Рувена, на которой он женился, когда Шимон еще не родился. Но вот если Рувен умер, и его жену забрал Леви, который старше Шимона, забрал его жену Леви, то если Леви умрет, то Шимон не сможет жениться ни на жене Рувена, которая перешла к Леви, ни на другой женщине, которая была замужем за Леви. Это имеется в виду жена брата, который не родился. Несколько, может быть, Мишна переставила понятие. Надо было бы сказать, жена брата, который женился, когда Шимон не родился. Но Мишна иногда так делает. Она берет и для того, чтобы сократить слова, берет и пишет, может быть, неправильно. И для того, чтобы ее правильно прочесть, надо знать, о чем идет речь. Теперь у нас упоминается также в дальнейшем невестка, его невестка, Калато. И эту ситуацию тоже надо было бы представить себе. То есть у нас есть, если речь идет о невестке, то у нас есть Рувен. У Рувена есть сын, который женится. К великому сожалению, сын Рувена умирает. И поскольку у него нету братьев, поскольку у него нету братьев, у сына Рувена нету братьев, у Рувена единственный сын, то обязанность совершить либератный брак переходит выше на поколение, и брат Рувена должен совершить либератный брак. Если бы у сына Рувена были братья, один из них взял бы в жены его вдову. Но братьев у него нету, и его дядя Шимон берет в жены, я напоминаю, что все это происходит только в том случае, если нет детей, ни мальчика, ни девочки, одного ребенка достаточно, чтобы либератный брак не существовал как понятия. И, естественно, халица, освобождение тоже не нужно бывает. Но вот здесь нету детей, у сына Рувена, и его жену берет себе Шимон. Она переходит к Шимону, и через какое-то время Шимон умирает. И, по идее, Рувен должен был бы совершить либератный брак с одной из жен Шимона. Однако он не может это сделать, потому что одна из жен Шимона – это его невестка, то есть вдова умершего его сына. И здесь также и она, и другие женщины оказываются освобожденными от либератного брака. Здесь бы я хотел, и сейчас мы посмотрим, заглянем в Мишну, не пропустили ли мы что-то принципиально важное, то, что как бы логически невозможно восстановить. То есть после того, как мы разобрали с вами эти моменты, я думаю, что логически можно восстановить многое-многое из того, что мы с вами пропустили. Вот, смотрим Мишну. Ну, наверное, мы с вами здесь можем остановиться, так как я думаю, что мы разобрали достаточно примеров, что у нас было представление о Мишне. Если есть вопросы, то, пожалуйста, я с удовольствием, я жду ваших вопросов. И как вы видите, этот трактат, наверное, намного друглее, чем трактат Хагига. Он состоит из формальностей, дальше идут формальные выводы, как вот те законы, которые мы пытались с вами посмотреть, как они вытекают непосредственно из Торы. Я вижу вопрос, попытаюсь, скажите, трактат Ивамон присутствует одинаково в обоих Талмудах? Да, трактат Ивамон присутствует и в Бавлии, и в Ярушауме. И, естественно, как бы без предупреждения я беру Бавлии, хотя сегодня, может быть, это не имело большого значения, так как мы остановились только на Мишне. А Мишна, она одинаковая, как в Бавлии, так и в Ярушауме. То, что может быть важно, и хотелось бы, чтобы мы как-то выразили свои пожелания. Вы считаете возможным продолжать наш эксперимент с изучением Талмуда? Вы считаете, что лучше оставить эту тему? Многие хотят перейти к изучению пророков. Мы, на самом деле, находимся в процессе обдумывания этого момента. И если у вас есть какие-то соображения, то было бы, конечно, интересно их услышать. Продолжение следует...